Здравствуйте, мои дорогие! С вами Евгения Саженцева. Я психолог-практик, также я богослов по образованию. У меня прошла очень ресурсная консультация с клиентом, и мы поднимали такие интересные темы, очень личные, можно так сказать. И был большой запрос по поводу того, что их надо освещать не только на личных консультациях, но еще и видео снимать и говорить почаще. Темы о том, является ли грехом рукоблудие, чем оно опасно для людей, почему сейчас так много этого в мире, и это стало нормой. И даже многие психологи, которых я лично вроде бы как уважаю, но в каких-то моментах с ними не согласна по поводу того, что удовлетворять себя это нормально, это любовь к себе и так далее. Так вот, я хочу сказать, что вот именно грех рукоблудия никак не связан с любовью к себе. То есть одно дело там погладить себя по голове, почувствовать там свое тело, контакт, а другое дело, что касается там интимных зон и все такое и прочее. Это уже не совсем правильно, это уже является грехом так или иначе. Вы скажете, что же тогда делать одиноким людям, которых никого нет? И здесь мы затрагиваем вторую сторону этого момента, а почему у нас так мало браков? А почему люди вообще потеряли желание строить семьи? Да потому что в целом в одиночестве вы и так можете все иметь. А если еще прибавить уже явный грех блуд, которым сейчас многие занимаются и считают это тоже нормой, то вообще люди перестали иметь потребность создавать прочные крепкие семьи, потому что они и так все имеют от противоположного пола в сожительстве, например, да, что тоже просто колоссальный вред для женщины, для мужчин, потому что женщина, которая находится в сожительстве с мужчиной, не в браке, она под большим риском того, что может, например, забеременеть, и мужчина просто-напросто скажет, «Иди, делай аборт», а это еще один грех. То есть здесь один грех цепляется к другому греху, и получается вот, собственно, то, что мы имеем в современном мире. Куда мы катимся? А все вроде бы с малого начинается, да, как всегда, поэтому давайте вернемся к началу. Это такой момент, когда вы в целом можете сбавить свои сексуальные потребности, да, но с другой стороны у вас пропадает блеск в глазах и пропадает желание вообще строить отношения. Я вспоминаю такой смешной эпизод, да, опять же, если говорить о нарциссах, когда мой бывший нарцисс совсем уже, ну, настолько офигел, что такие вещи говорил, не стесняясь абсолютно. «Я уже подрочил, поэтому я к тебе не поеду». Или наоборот, «Я еще не подрочил, тебе повезло». То есть, понимаете, какие вещи происходят? Получается, что мы подменяем вот эти вот понятия тоже сексуальности и личности. Мы теряем само вот это таинство общения друг с другом, подменяя понятиями о том, что это просто удовлетворение. Мы уже перестали эти вещи совмещать, мы их разделяем. Мы разделяем сексуальную потребность и общение с человеком, да. Мы можем кого-то использовать как предмет для удовлетворения потребностей, а в идеале это все должно быть в совокупности. То есть, вы не должны эти вещи на самом деле разделять. Мне очень нравится, как Серафим Саровский описывает процесс венчания и даже заходит глубже о том, что вот первая брачная ночь, когда еще люди ни разу друг друга не касались, да, когда это все происходит вот именно правильно, по-христиански, то для них это действительно момент слияния трех сфер сразу, и души, и тела, и духа. И вот здесь происходит действительно не просто какое-то скотство, да, двух животных, которые совокупляются. Здесь происходит слияние сразу всех ипостасей, так скажем, нашего существа. И тогда это уже не грех, это фантастика. Если вы встретили человека, и действительно в него влюблены, и хотите с ним построить семью, и плюсом ко всему у вас еще потребность большая сексуальная, да, и это все служит нам, по идее, во благо, для укрепления наших отношений. И прекрасно, если это все происходит как бы моментом, и в одном человеке вы находите как бы сразу же подкрепление всех своих потребностей. Вы тогда действительно идете по правильному пути. К сожалению, в жизни мы все разделили. Мы разделили свою сексуальную потребность, мы ее вообще иногда не соединяем с каким-то конкретным человеком, она у нас отдельно, мы можем порнофильмы какие-то посмотреть, да, что тоже огромное зло. Потому что это, как правило, еще в интернете лежит, это может и ребенок посмотреть, не дай бог, и все что угодно. Это то, что вообще не должно быть. А мы еще и, получается, как какие-то куколды, смотрим на спаривание, простите меня за такое слово, других людей. И еще в этот момент удовлетворяемся. Вот это все скотство, оно сейчас вообще в норме. И люди этим живут каждый день. Если бы мы, каждый из нас, воздерживался, во-первых, да, если бы каждый из нас взял бы какую-то паузу, то, во-первых, мы бы имели возможность прочувствовать больше и ярче моменты сближения с другим человеком. И это бы все служило в укреплении наших отношений. Когда мы будем свою потребность воплощать именно в браке, а не тогда, когда мы себя полностью растратили в своем рукоблуде, в блуде. И потом уже, в принципе, мы встречаемся с человеком. И максимум, что нам останется, это какой-то момент новизны в плане общения. Что, конечно же, неплохо, но в целом мы многого себя лишаем. А нам кажется, что мы, наоборот, что-то обретаем. Если мы лишний раз где-то что-то погрешим, то мы как будто удовлетворились, и все прекрасно. Но мы теряем свое будущее. Мы теряем эффект новизны встречи с человеком. И вот это таинство того, что мы себя сохранили для него, не только сохранили в плане, там, ни с кем не спали до него, но мы еще и не растратили это на то, чтобы сами себя удовлетворять. У меня был один знакомый, который считал себя девственником, причем ему уже было лет 40. Но он так гордо считал себя девственником, при этом при всем он мастурбировал. И люди часто не понимают, что девственность, она заключается не только в том, что ты ни с кем не совокуплялся. И я думаю, что можно, в принципе, остаться девственником и до 50 лет, потому что ты и так все свои потребности удовлетворяешь в одиночестве. Но это не честно по отношению к себе, по отношению к Богу. Ты не имеешь права называть себя девственником. Коль уж так человек себя мнит, например, святым, он должен уходить в монастырь, и он должен следить за чистотой своего тела в том числе. Иначе это лицемерие с самим собой. Поэтому я считаю, что если каждый из нас мог бы взять паузу в воздержании, и в блуде, и в рукоблуде, то, возможно, у нас было бы намного больше желания общаться друг с другом и строить семьи. Я не знаю. Возможно, это был процесс бы именно такой. Возможно, что семьи были бы крепче. Потому что ведь, знаете, еще какой момент есть такой? Что даже уже внутри семьи мужчины и женщины по отдельности себя удовлетворяют. Например, смотрят то же самое порно. Или какие-то сайты, где там... Просто мне вот на консультациях рассказывали, такое бывает, я сама не знала, что такое есть. Что там, например, платишь определенную сумму, и девушка там на камеру что-то делает. И, по-моему, это все на самом деле идет на разрушение семейных ценностей. Хоть я часто и говорю, что одному быть хорошо, да, но каждый тоже должен по силам брать себе подвиг. И вот то, о чем говорил апостол, о том, что не надо разжигать себя, да, если ты не можешь разжигать себя, то женись. Поэтому здесь мы должны быть тоже перед собой честными. Либо вы полностью живете в такой ангельской чистоте и принесете Богу как бы вот этот подвиг, да, либо мы должны брать подвиг все-таки семейной жизни и искать человека по духу, но не лицемерить тем самым, что вроде бы я как один, но при этом при всем я занимаюсь рукоблуди. Но последнее, что я хочу сказать, понятно, что это огромный подвиг, который не каждому под силу. Нет людей безгрешных. Если вы грешны этим, главное не впадайте в уныние, а просто побольше молитесь к Богу и обязательно встретите человека по душе. Главное не унывать. Спасибо. Продолжение следует...